В 2010-х не было тренера успешнее канадца Майка Бэбкака. Вместе с Детройтом он выиграл Кубок Стэнли в 2008-м и играл в финале в 2009-м. Вместе со сборной Канады он взял золото Олимпиады 2010 и потом золото Сочи. В 2016-м НХЛ провела Кубок Мира и его предсказуемо взяла сборная Канады и ее тренером был тот же Майк Бэбкак. В 2015-м он подписал рекордный для хоккейного тренера 8-летний контракт на 50 миллионов долларов. Красивая история «Великий тренер перезапускает великую франшизу» не состоялась. Майк отработал только половину срока. Осенью 2019-го Листья переживали игровой кризис. Команда играла не так сочно, как должна была, если смотреть на состав, и Бэбкака уволили. Четыре года он был без работы, и вот летом 2023 самого авторитетного тренера планеты сделали главным в Коламбусе. Казалось, что из этого получится классная история для нового сезона, но... И он скажет «Дай мне увидеть свой телефон». Выпуск подкаста «Спитин Чиклиц». Его ведущий Пол Бессонет рассказывает, что ему пожаловались игроки Коламбуса. Типа их главный тренер, как раз Майк Бэбкак, сказал им вскрыть личные фото из телефона через AirPlay на большом экране для всей команды. Пол проорал об этом в эфире с самыми жесткими комментариями. Клуб и Лига довольно оперативно отреагировали, опросили игроков и посовещались. Капитаны, главная звезда Коламбуса сказали, что вроде в этом не было ничего такого, но после серии совещаний Бэбкака уволили. Самый авторитетный тренер 2010-х не доработал в новой команде даже до открытия тренировочного лагеря. И можно с уверенностью говорить, что его карьера в НХЛ закончена. Не то, чтобы Бэбкака прям окружали скандалы, но за последние несколько лет разные игроки его команд рассказывали о его странных методах. Таких же странных, как тот, что он применил в Коламбусе. И фишка не в том, что эти методы не работают. Просто в 2023 году никто не хочет с ними связываться. Игроки не будут такое терпеть. Игрокам есть кому об этом рассказать. И есть люди, которые готовы за игроков заступиться. И проблема с этими приемами в том, что в пересказе они выглядят совсем не так, как в спортивном кино, в котором под них подкладывают героическую музыку и оснащают какими-то красивыми драматическими ходами. Они выглядят просто дерьмово и разрушают репутацию клуба, лиги целого вида спорта. В своем релизе по поводу Валения Бэбкок написал, что его дальнейшее пребывание в Коламбусе было бы слишком явным отвлекающим фактором. Ну и мы же понимаем, что это абсолютная правда. Об этом бы постоянно спрашивали всех менеджеров, игроков, тренеров и скаутов клуба. Об этом бы спрашивали боссов лиги. Этими вопросами бы всех достали и работать было бы просто невозможно. Почему тренеры старой формации не вписываются в новую реальность и что это за реальность такая, где тренер не может больше произвольно распоряжаться телом, головой и личной жизнью игроков? Поддержать мой канал можно по первой ссылке в описании. Она телепортирует вас на ресурс бусте, где я веду такой закрытый и неспешный, но очень честный блог. Если вы готовы и настроены на то, чтобы погружаться в хоккей более-менее регулярно, вам поможет подписка на мой телеграм-канал Овечкин и Сидины, то да, я пишу почти каждый день и пишу, ну, более-менее, это вторая ссылка в описании. 8 января 2016 года в Торонто приехали Лос-Анджелес Кингс, примерно та же команда, которая полтора года назад взяла Кубок Стэнли. Maple Leafs уже тренировал Бэб, как за Maple Leafs уже играли все их молодые звезды, Мэттис уже начал свою карьеру в НХЛ, он уже забил 4 гола в первом матче против Оттавы. Но в целом команда все равно тащила багаж неудачных драфтов и подписаний последних лет, она оставалась сырой и несбалансированной. Против Кингс играли, например, Коннор Кэрик, Никита Сошников, Тайлер Бозак, Джеймс Ван Римсдайк, Мартин Маринчин, Лео Комаров, Мэтт Мартин и Бен Смит. И одному из топов Запада эти Leafs на своем льду проиграли с отсчетом 0-7, по броскам Kings выиграли 43-19, по попыткам бросков 75-38 и тепловая карта бросков той игры выглядит ровно так кошмарно, как и должна. Чтобы вы понимали, у Лос-Анджелеса играл аж третий вратарь Петер Будай и Leafs вообще никак его не напрягли. На следующий день Майк Бэб как не стал проводить разговор с командой, он не устроил видеоразбор, он устроил мощную тренировку на льду с кучей ускорений и единоборств один в один. И где-то на 47-й минуте работы на тренировочном катке Торонто выключился свет. Я подумал, слава богу, тренировка закончена, сказал потом защитник Джейк Гардинер, но очевидно у Бэбса было другое мнение. Тренер продолжил давать задания игрокам. 3-4 минуты они отбегали в полной темноте, свет исходил только от аварийных лампочек, разбросанных по арене. Таким образом, Торонто и Бэб как буквально воспроизвели сцену из фильма «Чудо на льду» о победе сборной США над Советским Союзом на зимней Олимпиаде 1980. В фильме сборная США плохо сыграла один из контрольных матчей против Норвегии, и тренер оставил весь состав на льду после свистка еще на один час, чтобы делать ускорение в наказание за плохую игру, послать, так сказать, команде месседж. В какой-то момент работники арены сказали, что им пора закрываться, на что тренер в фильме ответил «Оставьте мне ключи». На площадке выключили свет, и команда продолжила тренироваться, пока один из ее лидеров не крикнул нужные тренеру слова. Не знаю, насколько можно верить ресурсу Pioneer Press, на котором я нашел пересказ этой истории, но судя по этой статье у 2020 года, помощники Херба Брукса и игроки той команды США утверждают, что все так и было. Тренер действительно заставил игроков час делать упражнения, которые те назвали Херби, я правда думаю, что его многие знают с детства под названием Челноки, становишься на линию своих ворот, ускоряешься до синий и обратно, потом до красный и обратно, потом до чужой синий и обратно, а потом через всю площадку. И действительно, сначала зрители матча думали, что сборная США просто их развлекает, а потом все поняли и ушли, и действительно часть тренировки прошла в темноте, потому что работники арены выключили свет и ушли и оставили команду на льду. Часть с выключенным во время этих воспитательных тренировок светом, которая добавляет этим историям мощной фактуры, это, конечно, совпадение. Хербрукс не планировал, что его хоккеисты в 80-м будут бегать в темноте, а свет на арене Торонто выключился вместе со светом во многих домах района Этобико, где она находится. Выключенного света оба раза не было в плане, но благодаря ему истории так здорово рифмуются. Главным, правда, в обоих случаях было другое. Главный тренер команды оба раза хотел провести беспощадную тренировку после неудачной игры. Тренировку, которая бы произвела некий такой поучительный эффект, ну типа, что так играть нельзя и задать игрокам урок. Этот прием, безумная физическая нагрузка после неудачи, которая как бы одновременно и урок, и наказание, и мотивация, знаком очень многим поколениям людей, которые хотя бы несколько лет занимались хоккеем. Обратите внимание, между этими эпическими тренировками Брукса и Бэбкока 36 лет. Все это время и на самом деле дольше такие тренировки в наказание были нормой. Даже в 2016 в Канаде про эту тренировку писали как про норму. Ну вот, вроде как тренер посылает своим игрокам месседж. Я не думаю, что Херб Брукс открыл эти приемы, и тем более не думаю, что фильм помог в их распространении, но фильм здорово подсветил спектр этих приемов. На самом деле Херб Брукс, сыгранный Куртом Расселом в кино «Чудо на льду», использовал не только такие олдовые приемы. Его там вообще показывают тренером-работяга, и он до ночи смотрит тренировки сборной СССР на пленке. Интересно, кстати, правда ли это, и как было возможно добыть пленки с тренировками советской сборной. Он общается со скаутами и тренерами клубов, он доверяет своим помощникам. То есть он там однозначно хороший человек и тренер, и даже когда смотришь фильм сегодня, в конце, тренера точно уважаешь, потому что, ну, он все сделал ради парней и их победы. Эх, какой молодец. Но сюжет двигают в основном его такие мощные усилия по переламыванию характера игроков. На одной из первых тренировок он не остановил драку между игроками разных колледжей, чтобы потом их за это унизить. «Путина видят меня и таким образом сплотятся», — говорит он помощнику. Как он измучил их тренировкой сразу после плохой игры, я уже показывал. На финишном отрезке сборов он ввел команду нового игрока, и тут сложный ход. Тренер рассчитывал, что сплотившаяся к тому моменту команда отторгнет новичка, и что лидеры придут к нему и попросят его отчислить новичка обратно. Типа, у них же семья, а не команда, где лишних не может быть. Ну, конечно, в итоге все так и произошло. По ходу одной из игр тренер унизил травмированного игрока, чтобы тот завелся перед возвращением на лед. И тут помощник Брукса, который сначала не понимал его методов, улыбнулся, типа, «Ах, ты хитрый лист». Про эти истории я уже не могу сказать, правда ли так было, да, это и не важно. Смысл в том, что все приемы такой старой школы – это мощные риторические ходы на сопротивлении, которые как бы достают из игроков то, что нужно для победы. Приемы БЭПКК, о которых стало известно в последние годы, ровно из этой же серии. Унижение отдельных игроков, странные способы сплочения, изнурительные назидательные тренировки. Я запомнил вот такой пример его отношений к игрокам. В 2019-м в Торонто перешел Джейсон Спеца, и в первой игре сезона Торонто играл с оттавой клубом, в котором Спеца провел 12 лет. И было бы красиво выпустить ветерана на первое вбрасывание, но БЭПКК не поставил Спецу в состав вообще. Это не то чтобы плохо, для меня технически это примерно то же самое, что выпустить 5 шведов на лед, когда на арене шведская легенда. В прошлом сезоне так делал Шелдон Кив. Это никак, это никак не сказывается на результате, я не сторонник ни того, ни другого. Но в то же время, этот ход БЭПКК по отношению к Спеце показывает, каким тоном тренер разговаривает с командой. Насколько он ориентирован на интересы игроков, а не на какую-то мощную риторику и унижение, которые непонятно как работают. И мы видим, что Майк ориентирован ровно в обратную сторону. Его символические ходы для него важнее игроков. Нет ничего удивительного в том, что он полез в телефоны игроков. Нет ничего запретного, если цель сплочения команды, правда? БЭПКК великолепный тренер прошлой эпохи, но используемые им приемы были такими же по духу, как приемы Брукса из кино и показывали суть его отношения к игрокам. Оно само по себе неплохое, но оно консервативное и устаревшее. Игроки давно уже такие же субъекты тренировочного процесса, и их комфорт, их мнение, их участие тоже важны. Это все игнорировать больше не то чтобы нельзя, так работа становится гораздо менее эффективной. И БЭПКК тут отличный пример, потому что разница между ним и Бруксом из кино в том, что США Херба Брукса победили, а Торонто при БЭПККе вылетал в первом раунде. Я думаю, что его опыт помог бы в плей-офф 2020 или тем более 2021, и я до сих пор думаю, что по нескольким параметрам замена БЭПККа на Кифа похожа на ошибку. Но вот сейчас я вижу, что по нескольким параметрам работа БЭПККа в Торонто была похожа на трату времени. Он воспитывал лучших игроков, сажая их на лавку. Он ставил очень простой, сухой и даже примитивный хоккей. Он не особо здорово использовал сильные качества своих технорей. Он явно относился к команде так, будто ему нужно ее воспитать. Не прокачать технически, не раскрыть ее качество, а воспитать. Ну типа сейчас немного куднута, пряник и все заработает. По-моему очевидно, что развитие хоккея открыло гораздо более прямые пути к улучшению игры. Смотрите, у Мэтьюса есть фишка. Он бросает в последний момент, меняя угол броска. Так же теперь делает Конор Бедард, самый ожидаемый молодой игрок последних лет. Это очень небольшая техническая деталь, освоение которой серьезно меняет игру нападающего. И вот если у нападающего не идет бросок, есть два пути. Можно подсказать, а попробуй вот так, давай поработаем на тренировке. Попробуем поменять угол броска, поставить по-другому руку и посмотрим, какой будет эффект. А можно дать по голове и наорать за то, что плохо играешь. У меня про это есть личный прикол из детства. Я помню, меня тренер во время какой-то игры прям бил по шлему и что-то орал, а я при этом не понимал, чего он хочет и что я делаю не так. Ну просто вот не понимал. Оры и удары летят, а какой смысл в этом вообще непонятно. В итоге я выходил, делал все максимально осторожно и ехал на лавку за новой порцией люлей. Блин, да объясни просто в чем дело, это гораздо больше поможет. Можно разобрать игру и подкорректировать конкретные действия, а можно закрыть на арене на ночь и заставить бегать эти самые челноки в надежде, что у игроков что-то волшебно щелкнет в голове. Прикол этих старых приемов в том, что они направлены на какой-то метафизический щелчок и действуют в рамках традиционного паттерна отношений тренера и игроков как умного начальника и тупых баранов подчинения. Если сыграли плохо, значит надо наказать. Чтобы лучше играли, надо орать. Чтобы достать из игроков лучше, надо, чтобы они подрались между собой. Чтобы завелись, где-то не помешает их унизить. Это арсенал тренера из фильма «Чудо на льду». Там он просто манипулирует игроками как хочет. И с одной стороны, его оправдывает победа. С другой, окей, даже в 2004-м все это смотрелось как норма. Унизил игрока, сказал, что он слабак, сработало. Взял новичка на финише сборов, чтобы команда его оторгла. Ну типа, не надо тут нам чужаков, мы семья. Правда, вы поставьте себя на сторону того вызванного хоккеиста. Как с ним поступили? Его просто позвали, чтобы команда на него порычала, а потом отправили домой. Что это за отношения к людям? Не то чтобы это прям страшные методы. Уверен, полно тренеров ими пользуются и сегодня. Но они просто страшно неэффективные. Те тренеры, что ими пользовались и пользуются сегодня, просто не владеют более подробной механикой игры. И поэтому по инерции используют то, что использовалось до них. Это феерически глупая ситуация, в которой какие-то вещи делаются бесцельно. Ну просто потому, что так принято. Как у Верзинова мы сидим на чемпионате мира, просто на трибуне смотрим тренировку, сборную тренировку. Я говорю, Вадим Владимирович, скажите мне честно, а для чего мы это все делали, я понять не могу. Сейчас же это никто не делает. Эти утренние пробежки по 8 километров, фортлеки, кроссы эти. Ну вот там ребята, мы тренировались, кому-то плохо становилось, кому-то подташнивало за борт. Ну я так мягко говорю, он говорит, ты знаешь, я не знаю. Жизнь тем временем показывает, что волшебно ничего не щелкает. Детали работают только, когда до них доберешься. Судя по тому, что происходит в Энхейл, вот вся эта механика по мотивации сейчас изучена гораздо лучше. И есть гораздо более эффективные приемы, которые работают напрямую и на позитивном настрое, а не через драматический перелом. В прошлом сезоне я читал и писал про успешные команды Энхейл. И мне запомнились разные реплики тренеров Бостона, Нью-Джерси и Каролины. Они рассказывали, как они ориентированы на игроков, как им приходится подстраиваться под игроков, чтобы иметь с ними более надежный контакт. Вот это работа современного успешного тренера. Вся эта наука взаимодействия продвинулась вперед и вглубь. И до реально важных вещей игроки способны добираться на позитиве. И оказывается, что на позитиве получается быстрее и проще, чем на негативе. Инструментарий тренера стал гораздо шире. В нем теперь не только мотивирующие негативные манипуляции. И теперь все очень понятно. Если для победы тебе нужно унизить игрока, ты плохой тренер. Если тебе нужно залезть в телефоны игроков, ты плохой тренер. Не в смысле плохой человек, а в техническом смысле плохой тренер. Потому что то, чего ты хочешь добиться очень дискомфортным методом изучения личной жизни, наверняка можно достичь мирным, цивилизованным и гораздо более быстрым путем, не вызывающим дискомфорта игроков. В игре такая куча деталей, которые влияют на результат, что ставка на 2-3 риторических приема просто неэффективна. Это просто трата времени игроков, клуба и самого тренера. С Бэбкоком случилось именно это. Его наняли, чтобы он вытащил команду из низов таблицы, а он полез в телефонных игрокам. Это какая-то лишняя, совершенно ненужная херня, которая всех тупо раздражает. Это никак не поможет, но об этом будет столько разговоров. Это точно нужно заканчивать. И все вот такие приемы и такие тренеры совершенно точно уходят в прошлое. Они еще долго будут преследовать нас в кино, потому что такие широкие жесты смотрятся кинематографично, и по ним еще какое-то время будут скучать болельщики, но они точно уходят в прошлое и больше не вернутся, потому что связаны с очень слабой и скверной детализацией хоккея вообще. Будущее за теми, кто детализирует игру лучше всех. По моим ощущениям, хоккей воспитал целый пласт болельщиков, которым нравится вот эта консервативная риторика, эти драки, эти тренеры, что заставляют игроков бегать по темноте по 50 часов. Но смотрите, в чем большая проблема этих ритуальных унижений и наказаний. Окей, вот ты унизил игрока, чтобы он завелся и выдал эту негативную энергию на льду. Эта история реально круто смотрится, когда вы победили. Ты подходишь к игроку и говоришь, да, я на самом деле все это делал, чтобы мы победили. Он тебя понимает, и вы в слезах обнимаетесь. Но что если вы проиграли? Что если ты унизил игрока, а вы все равно проиграли? А что если игрок так устроен, что его унижение наоборот демотивирует? Что если в твоей команде не все одинаково воспринимают вот эти назидательные тренировки? Что если кого-то они просто уничтожают? То есть да, есть красивая история в кино, но посмотрите таблицу НХЛ, там 32 команды, а побеждает только одна. Только у одного тренера вот эта стратегия унижений будет оправдана. Других, если они будут унижать игроков ради результата, ждет разочарование. Они все это сделают, а результатом все равно будет поражение. Вы представьте себе атмосферу в команде, которую мотивировали через ненависть и которая в итоге проиграла. Злые игроки, которые выжили из себя все, но проиграли. Тренер, который пытался мотивировать игроков, но не достиг результата. Просто сплошная фрустрация. Если на следующий год все будет то же самое, так недолго и сойти с ума. Поэтому я уверен, что в процессе важно, чтобы вся команда двигалась на хорошее настроение и была направлена на то, чтобы в процессе тренировок, в процессе игр становиться счастливее даже после некоторых поражений. Такой коллектив проживет более яркую жизнь и будет гораздо ближе к тому, чтобы реально раскрыть свой потенциал. Как мне написал один знакомый тренер, наступает эра радостных игроков, и я с этим полностью согласен. Меня зовут Никита Петухов, увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!